МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приморье. Как много в этом слове. Богатейший природный потенциал. Сотни километров пахотных земель. Немыслимые просторы. В советское время здесь процветало сельское хозяйство. Тяжелые девяностые разрушили отрасль. Зона рискового земледелия. С этим ярлыком Приморье вошло в 21 век. Вот так едешь по трассе еще 10 лет назад, а вокруг пустота. Но сегодня картина совершенно другая. На протяжении 10 лет в апреле на эти поля в Приморском крае выходит техника. Начинается подготовка почвы. Задача – засеять около 40 тысяч гектаров земли в Михайловском, Харольском и пограничном районах. Здесь выращивают сою, пшеницу, овес и ячмень. Те культуры, которые, по словам скептиков, должны плохо расти. Но вопреки самой природе здесь ставят исторические рекорды. Прошлый год показал, что если мы выращивали, но я не говорю о нашем отделении, что в Армаде достигались урожаи по 56 центнеров с гектара пшеницы. Мы знаем с вами, что кубанские земли дают 45 центнеров пшеницы. То говорить о том, что они непригодны или слабоэффективны для выращивания зерновых, я считаю, что это не так. Современные технологии смогли раскрыть и умножить аграрный потенциал Приморья. 12 лет назад Армада внедрила новые технологии на приморских полях. На смену нашим стареньким, надежным пришли инновационные трактора мировых лидеров аграрного машиностроения. Их производительность в три раза больше. Все продумано до мелочей. Большой захват земли не давит на почву, и механизатору в нем удобно. Трафтер сделан более для трактористов. Комфортник, кабина герметичная, в кабине Тихон. Стоит кондиционер. Когда культуры подрастают, их обрабатывают и удобряют. Новые методы засева, технологии и слаженная работа – это то, что помогает спорить с непокорной приморской природой. Дело, как оказалось, не в климате и почвах, а в мастерстве и умении хозяйствовать. Урожайность, конечно, зависит от технологии выращивания культуры, что включает в себя, конечно, и работа с гербицидами, и с удобрениями. Они очень много влияния оказывают сорта обмен, те сорта, которые мы сеем. Здесь техника и агрохимия, я считаю, что на высоте. На самом деле в Приморском крае много что растет. Большинство, конечно, выращивают сою. Это основная наша культура, потому что наши соседи страны АТР очень активно принимают ее. Для внутреннего рынка актуальны зерновые, пшеница, например, которая идет на мукомольное производство, кормовые, ячмень, овес, также кукуруза. А 12 лет назад на этом самом месте медленно, умирал колхоз. Скот было нечем кормить, бурьяном поросли поля. Но в 2004 году здесь появился Василий Николаевич Левченко и закипела фермерская жизнь. Нам тоже было обидно смотреть, что эти поля пустуют, зарастают травой, деревьями зарастают. По образованию я инженер-строитель. Я всю жизнь строил, созидал. Еще занимался строительством и промышленных предприятий, и соцкульпыта, и, естественно, сельскохозяйственных тоже. И в один прекрасный момент мы со своим компаньоном следомином решили помочь нашему общему товарищу, который начал заниматься свиноводством, сделать какую-то кормовую базу. Почему-то выбор у нас именно пал на село Ляличе Михайловского района. У меня там работал друг Сергей Васильевич, мы к нему приехали с таким предложением. Продай нам колхоз. Итак, мы приобрели первое сельскохозяйственное предприятие. Это было убыточное предприятие, но здесь нужно знать нашего руководителя, Левченко Василия Николаевича, который никогда ничего не делает наполовину. Первую пору мы вспахали приблизительно где-то 500 гектаров земли. Мы очень радовались, потому что земля 15 лет отдыхала, она не плодоносила, не плодородила. Вспахав первые 500 гектаров и посеяв сою и часть зерновых, это пшеница и ячмень, мы получили первый год отменный урожай. И нам как-то это дело понравилось, но я не думал, что это сможет так сильно меня затянуть. А когда начали приобретать больше и земель, и, естественно, совхозов, то есть у нас появилась Ширяевка, появилась Поповка, появилась Лукашевка, Мы как-то уже не задумывались, для чего это нам нужно. В то время, когда мы начинали свое производство на землях сельскохозяйственного назначения, игроков на этом поле было очень мало. Поэтому у нас и появился аппетит. Побольше обработать, побольше получить, естественно, конечного результата. Армада – это целое государство. У компании внушительный банк пахотных плодородных земель, свинарники, коровники. Здесь трудятся сотни людей, которые раньше не могли и подумать, что в селе для них найдется работа. Люди – это основное. Собирали буквально по крупицам. Учили, проверяли, где-то сработались, где-то не сработались. Но на сегодня это такой, знаете, профессиональный, сильный коллектив. Это люди, на которых можно всегда положиться. Это та команда, которая и днем, и ночью будет делать все для того, чтобы у нас был какой-то результат. Коллектив – это основа предприятия. Один поле не воин. А с коллективом всегда можно добиться определенных результатов. Агропромышленная группа «Армады» ведет очень активную благотворительную деятельность. Мы стараемся по мере возможности не отказывать в этом. Но особо хочется, конечно, отметить такие проекты, как «Сказки волшебного лотоса». 2015 год был объявлен Годом литературы, и мы провели литературный конкурс. Он неожиданно для нас даже стал международным. И знаете, удивительно, сколько людей объединил этот конкурс. В качестве авторов, в качестве жюри. Откликнулось невероятное количество участников и невероятное количество людей, которые хотели просто поучаствовать и быть причастным к этому конкурсу. И даже такая знаменитая певица, как Анит Ацой, она, увидев наши публикации, наши объявления в этом конкурсе, заинтересовалась и изъявила желание быть председателем жюри. Сегодня «Армада» — это один из крупнейших сельскохозяйственных производителей на Дальнем Востоке. По показателям урожая сои, компании нет равных. А сырье востребовано как на региональном рынке, так и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Благодаря этому в край идут инвестиции, что благоприятно сказывается на экономике. Сегодня очень много говорят об инвестиционном климате, привлечении иностранных инвестиций, в частности страны АТР в Приморье. Но агропромышленная группа «Армада» работает с иностранными инвестициями уже очень давно. С 2002 года мы поняли все преимущества и перспективы такой работы. Причем мы привлекаем не только деньги, мы привлекаем опыт, мы обмениваемся какими-то решениями новыми в сельском хозяйстве. Ведь у Китая существует огромный опыт в агропромышленной сфере. Те инвестиции, которые сейчас приходят и за границей, они, конечно, много дают. Много дают. Во-первых, мы занимаемся и строительством, и распахиваем больше земель, строим базы по переработке и по хранению зерна и продукции. То есть это дополнительное количество и рабочих мест, и налоговое отчисление в бюджет, как в местной, так и в краевой. То есть инвестиций много дают на сегодняшний день. Сейчас главная задача компании – обеспечить Приморский край качественной фермерской продукцией, а также популяризовать профессию фермера. Ведь отсутствие квалифицированных кадров – это большая проблема для сельскохозяйственной индустрии. Молодежи практически очень мало. Мы работаем и с училищами, и с институтами. Но пока, пока такой, как хотелось бы нам, отдачи нет. То есть специалистов, специалистов, ну, приходится где-то вот выхватывать, вылавливать. Наша задача на сегодня – сделать профессию фермера, сельскохозяйственную профессию, популярной, модной. За 12 лет мы выросли в 10 раз. На сегодня мы обрабатываем более 40 тысяч гектар земли, но это еще не предел. В планах у нас все-таки 100. В этом году запускаем наш завод по глубокой приработке сои. И на базе «Армады» хотим все-таки сделать учебный комбинат, который будет помогать молодежи осваивать сельскохозяйственную профессию. И будем наращивать темпы, именно будем. И увеличивать пассивные площадя. И будем заниматься поголовьем крупного рогатого скота. Компания «Армада» работала, работает и будет работать. Агропромышленная группа «Армады» «Армада» стала участником крупного международного форума агрохолдингов, фермерских хозяйств, инвестиционных и сервисных компаний «Агро Дальний Восток» и «Сибирь». На острове Русский в кампусе ДВФУ собралось более 500 человек. Тема обсуждения – возможности для инвестиций в сельское хозяйство на огромные территории России от Урала до Камчатки. Однозначно инвестиции нужны, потому что однозначно на свои деньги все не сможешь ни построить, ни создать, ни тем более все это дело удержать. За последние несколько лет ситуация в сельском хозяйстве в корне переломилась. Инвестиции необходимы уже не для спасения отрасли, а для ее поступательного развития. Сибирь и Дальний Восток не только готовы прокормить себя сами, но и соседям есть что предложить. Аграрии примериваются к внешним рынкам. Грамотное управление, современные технологии, научный подход и финансовая обеспеченность. Все эти факторы способны сделать сельское хозяйство успешным бизнесом даже в тех регионах, где и климат небезупречный, и почва не идеальная. Все это с успехом доказывает работа многих предприятий в Приморском крае, регионе, который когда-то даже официально считался зоной рискованного земледелия. На самом деле еще с советских времен, когда в нашу огромную сверхдержаву входили южные республики, Приморье считалось зоной рискованного земледелия. Но на сегодня мы уже понимаем, что особенно южные районы Приморья, они готовы выращивать очень много культур, в том числе даже бахчевые. Программа Агрофорума рассчитана на два дня. Участники также проведут несколько заседаний, по завершению которых запланированы частные бизнес-переговоры и подписание коммерческих контрактов. Продолжение следует...